Трудности перевода. Детей из четырёх сельских поселений переводят в городские поликлиники. Пускай приезжают, кабинеты есть, условия есть. С какими проблемами могут столкнуться сельские жители? Спустя 70 лет. Это действительно подтверждение, что он герой Советского Союза. Награды нашли своих героев. Помочь каждому. Зафиксируйте, да? Уставили, думал, не малинивый. И до конца недели официально передайте ответ. Глава города провёл очередной приём граждан. Так ли безопасен общественный транспорт? Водители автотранспортных средств вагон трамвайный не замечают, вылетают на переезд. Женщина пострадала в трамвае. Трактор «Нефтехимик». Четвёртый матч в сезоне. Как закончилась встреча двух команд? Добрый вечер. В прямом эфире Нижнекамские новости. Итоговый выпуск. Студия ЛМАСКАШЕВ. О войне на юго-востоке Украины из первых уст. Перед студентами выступил заместитель командира СОБРа Луганской народной республики. Встреча проходила в формате живого диалога. Что рассказал ополченец? Подробности у Александра Акишина. Таких гостей в нашем городе ещё не было. О таких историях здесь ещё не рассказывали. Об ужасающих подробностях противостояния ополченцев у украинской гвардии рассказал заместитель командира отряда быстрого реагирования Луганской народной республики Николай. На войне же его знают под позывным таран. Народ, который вдруг неожиданно сказал им нет. Сказал нет тому, что они хотят задумывать и сделать. Ну, он стал им не нужен. Для этого это всё делается. Для этого бьют по кварталам, спальням, бьют по детским садам, расстреливают машины. Священники, я могу сказать, да, но это всё-таки православный край. Хотя есть мечеть, и мула он тоже молодец. Как могу сказать от себя, да, он помогает. Они все, во-первых, прятали в церквях во время побежьих людей. Ну, когда, видимо, кто-то из командиров узнал, что там прячутся, начали бить по церквям непосредственно. Расстреливать машины, на которых было написано храм, везём продукты. Расстреливали впрямую из пулеметов эти машины. Но на Светловке был заминирован храм, согнаны туда местные жители. Чудом получилось прорваться, то есть не было взорвано. Сутки разминировался храм. В это время священник брал через окна воду, передавал местным жителям. Несмотря на ужас войны, Новороссия продолжает жить. Организовано местное самоуправление, работают все экстренные службы. Очень замечательные люди, врачи остались. Профессионалы своего дела оказывают помощь, помимо ранений и всего остального. Но сейчас нам стараются что-то выплачивать, потому что людям надо что-то как-то жить. Затем по поводу образования, да, школы работают, детские сады работают. Со своей стороны мы помогали обустраивать их после бомбёжа. Второй ополченец Тарас Гильда до войны жил в Харькове. Боевые действия его края сейчас не ведутся, но от этого местным жителям всё равно не сладко. В Харькове обстоят дела не сильно хорошо, народ запуган. В принципе, очень много пропаганды, то есть мозги промугаются очень крепко. Ну, вплоть до того, что я могу так сказать, я позвонил родителям последний раз. Где-то, ну скажем так, в июле. Ну, уже мама знала, чем я занимаюсь, из-за чего я уехал. То есть, она меня обозвала, ну, короче, проклялась, сказала, что это сепаратист проклятый. Сейчас в Новороссии ощущается сильная нехватка медикаментов, еды и тёплой одежды. Уже скоро в нашем городе будет открыт пункт гуманитарной помощи. Александр Акишин, Максим Липин, Новости НТР. Сотрудники Роспотребнадзора внимательно изучили срок годности продуктов, условия хранения, страну-производителя. Специалистов интересует всё. В торговый центр они наведываются без предупреждения. Наша съёмочная группа приняла участие в рейде. Подробности в материале Екатерины Разиной. Мы с Египетом. Египетом у нас хорошие отношения, тоже можно. Египетские апельсины, израильские авокадо и редис, турецкие помидоры, македонские и сербские яблоки. География фруктов, выставленных на прилавке, впечатляет. Вся эта по местным меркам экзотика, под санкции не попала. Израиль. Тоже разрешено. Да, сроки смотрим. Сертификаты на всё есть, да? То ли дело, если бы сотрудники Роспотребнадзора нашли товары из Евросоюза и Америки. Тогда разговор с руководством гипермаркета был бы иным. В этот раз обошлось без нарушений. Вообще, как показывает опрос, проблема санкций волнует немногих покупателей. Некоторые, особенно пожилые люди, так и не разобрались, а что такое санкции. Как санкции, как это понимать-то вот? Скажи, объясни. Это ананасы, они привезли не новые ещё, когда-то до санкции было. А после санкции, вот они поднимали в два раза больше. 60 с чем-то было, сейчас 100 с чем-то рублей. На вопрос, повлияли ли санкции на повышение цен, ответит прокуратура. Задача внезапных визитов сотрудников Роспотребнадзора проверить сроки годности товаров, условия их хранения и отсутствие поставок из стран, которые попали под санкции. Я всегда покупаю своё татарстанское. И мясо своё, и колбасные изделия, всё-всё. Фрукты уж, они и импортные, или абхазские, или там наши, ну всё равно вот так вот. Всегда своё. А из СЛАПА санкции их слышала, но призналась, покупая фрукты, страной, где они выращены, не интересуются. Правда, внимательно вглядывается в этикетки мясной и молочной продукции. Здесь она полностью поддерживает местных производителей. Вот да, дату изготовления написано 31-го. Это ваш стикер поставили, как бы, да, неправильно. А изготовитель у нас другую дату ставит. Это реализация товаров, введение возбуждения относительно потребительских свойств и качества товара. Это объяснительное, вы будете писать, пожалуйста, в этот протокол. К мясной продукции особое отношение и у сотрудников Роспотребнадзора. Её нужно не только грамотно продавать, но и правильно хранить. В этом гипермаркете дата производства колбасы и дата на её этикетке не совпадают. Несмотря на то, что специалист Роспотребнадзора на этом прилавке не нашла ни одного просроченного продукта, это нарушение она потребовала устранить. У нас есть индивидуальные предприниматели, которые не знают вообще такой техрегламент. Хотя у нас уже техрегламенты на мясо, на молочную продукцию. Они даже понятия не имеют, что такое. Они не знают вообще. Хотя это их не обязаны знать. Мы их не должны сейчас ни учить, никто сейчас не обучает. Это их не обязаны соблюдать, эти технические регламенты. Как правило, руководители таких крупных магазинов, как Эссон, регламенты соблюдают со всей строгостью. Сотрудниками Роспотребнадзора уже проверено 4 торговых центра федеральных сетей. Грубых нарушений не выявлено нигде. Представителю Роспотребнадзора для того, чтобы проверить все товары в одном таком большом гипермаркете, необходимо потратить полдня. Это при том, если руководство магазина вовремя предоставит ему все необходимые документы. Впрочем, несмотря на такие проверки, сотрудники Роспотребнадзора просят покупателей быть бдительными и внимательно изучать информацию на товаре. Если раньше о подобных проверках сотрудники Роспотребнадзора должны были предупреждать как минимум за 24 часа, то теперь такие визиты могут быть внезапными. А это значит, что проверки будут продолжаться. Екатерина Разина, Максим Либин, Новости НТР. Они брали в плен, уничтожали огневые точки противника. Более 70 лет о подвиге нижнекамцев никто не знал. Совсем недавно был подписан указ о присвоении звания героев Советского Союза 59-ти жителям Татарстана. Пятеро из них уроженцы Нижнекамского района. Три наградных листа уже были вручены родственникам солдат. Сегодня вручили еще одно. Александр Комаров подробнее. Вот именно из этого дома в самом начале войны 19-летний Петр Емуранов отправился на фронт. К сожалению, обратно он уже не вернулся. Домой в деревню Кулмакса пришла похоронка. Петр Иванович был командиром противотанковой батареи 451-го мотострелкового батальона. Вот выдержки из наградного листа, составленного в 43-м году, через неделю после гибели солдата Емуранова. Петр Иванович отбивал атаку немецких танков до 40 штук. Они шли с флангов и фронта на батарею. Когда вывела расчет одной пушки, лейтенант Емуранов лично взялся за наводку и подбил два танка Т-6 и еще два соседних танка. При прямом попадании в пушку вражеским снарядом Емуранов Петр Иванович погиб смертью храбрых. О его подвиге стало известно недавно, когда рассекретили архив. Занимались поиском родственников служителям музея-мемориала Великой Отечественной войны. А руководитель Нижнекамского поискового отряда «Пламя» вручила наградной лист жене племянника Петра Емуранова. Первый документ это представление названия, а второй документ это действительно подтверждение, что он герой Советского Союза. Таисия Матвеевна с сыном единственные ближайшие родственники героя Советского Союза Петра Емуранова. Ни фотографий, ни личных вещей, конечно, не сохранилось, но помнили о нем всегда. Ну мне уж это рассказывали, и тоже родня только их. Я сама тоже сюда пришла уже когда. Они крестно рассказывали. Это первый сноха, это получается? А? Да, да, первый сноха из их. А что они говорили? Ну что они говорили? Они еще говорили маленький, когда его взяли. Он уже молоденький ушел. У меня дед, вот родной дед, он погиб тоже на фронте. Мы даже сейчас толком не знаем, мы говорим, что мы захороним деда. А как погиб, чего мы толком не знаем. Здесь знаем, что он награжден, а там как награжден ученый, даже не знаю, тоже. Всего 59 солдат и офицеров, мобилизованных из Татарстана в годы войны, были представлены к званию Героя Советского Союза. Но звание так и не получили. Погибли на фронтах. Пять фамилий из этого списка принадлежат солдатам и офицерам, мобилизованным из Нижнекамского района. Так, совсем недавно наградные листы были вручены родственникам уроженца Майской горки, разведчика Сергея Торошина. Он, находясь в засаде, встретил 12 немцев. Внезапно открыл огонь, уничтожил восьмерых, четырех взял в плен. Яков Пузанков из деревни Свердловец при переправе через реку спас артиллерийское орудие, когда порвался паромный трос. Раненый, но не сломленный. Он открыл из спасенного орудия огонь. Благодаря этому подвигу врагу пришлось отступить. Младший сержант Григорий Афанасьев, уроженец деревни Верхнего Ратьма, выявил огневые точки противника, благодаря чему огнем минометной батареи они были уничтожены. Четыре награды вручены. Осталась одна. Неизвестное место проживания Алексея Обшарова. Он был старшим сержантом и командиром орудия 45-мм пушки 647-го стрелкового полка 216-й краснознаменной дивизии 4-го Украинского фронта. Сейчас группа «Пламя» занимается его поиском. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Если кто слышал о фронтовике или знаком с родственниками Обшарова, Алексей Семенович, 1923 года рождения, просьба позвонить в телекомпанию НТР по телефону 077. Детей четырех сельских поселений могут прикрепить к городским поликлиникам. Это значит, что сейчас всех, кому нет 18-ти, придется возить в город как на прием, так и на процедуры. Что по этому поводу, думают сельчане, расскажет наш корреспондент. Большафанасовская средняя школа. Раньше за здоровьем школьников следили врачи местной амбулатории. Она находится в 30 метрах от учебного заведения. Там же проводили процедуры и медосмотры. Лечили здесь и остальных афанасовских детей. Всего в поселении их 560. В ближайшее время всем придется ездить в городские поликлиники. Но сложности будет в том, что трудно будет добраться. Мамам, особенно с маленькими грудными детьми, на автобусе, на рейсах, это будет очень сложно. И я со своей стороны тоже беспокоена, потому что 250 детей, даже на прививку элементарно, надо будет добираться до города. А началось все с того, что много лет назад жители поселения обратились к руководству управления здравоохранения с просьбой обеспечить детей талонными к узким специалистам. В итоге было принято решение полностью прикрепить школьников и дошкольников к детской больничной сети города. Наше предложение, если детская поликлиника берется за это дело, то прием, вакцинация, прививки, пускай приезжают сюда, у нас замечательная амбулатория, я еще раз повторяю, после капитального ремонта, пускай приезжают, кабинеты есть, условия есть, пускай принимают здесь, вакцинируют, прививки делают здесь. Единственное, для чего должны ездить наши дети туда в город, только на прием к узким специалистам. Но как будет на самом деле в управлении здравоохранения, пока не объясняют. Сейчас там анализируют ситуацию и думают, что сделать, чтобы не доставлять неудобства сельским жителям. Инжи Хаметова в нововведении ничего плохого не видит. Говорит, что первичная помощь должна оказываться качественно. Ну это нормально, я считаю. Почему? Ну, не знаю, просто в моей семье все врачи и все работают в городе, поэтому я к этому прекрасно отношусь. Но не у всех сельских жителей есть возможность возить детей в город, тем более при обычном насморке. В самой амбулатории, кстати, сюда совсем недавно пригласили двух молодых врачей и сделали ремонт. Говорят, что все равно детей придется лечить им. У нас, видимо, просили родители, наверное, когда у нас не было врачей вот этих миллионников. А сейчас у нас два врача миллионниками, два терапевта после института. Сейчас вроде жалоб таких у нас нет. Жители села Большой Афанасово собирают подписи против нововведения и в ближайшее время передадут письмо в администрацию города. Подобные обращения также готовят жители села Шенгальчи, Прости и поселка Красный Ключ. В управлении здравоохранения нас заверили, что в течение недели все встанет на свои места. Мы будем следить за развитием событий. Алсу и Матва, Ренат Харасов, Новости НТР. Придется выплачивать долг до 2019 года. Сегодня в городском суде прошло заседание по делу Александра Чихонина. Напомним, 74-летний пенсионер уже два месяца не получал пенсию. Об этом мы рассказывали накануне. Государственные выплаты идут в счет погашения долга за сына, который умер в 2013 году. Сын Александра Чихонина Валерий взял в долг у своего приятеля 300 тысяч рублей. Теперь эти деньги обязан выплатить его отец. Единственным источником дохода у пожилого мужчины была пенсия. Александр Чихонин вышел с просьбой пересмотреть решение суда об аресте всей пенсии. Ответчик на суд не явился. Его интересы представлял адвокат. Судья принял решение о том, что ветеран будет выплачивать долг равными частями, а именно чуть больше 6 тысяч рублей ежемесячно, вплоть до 2019 года. Пенсионер намерен обжаловать решение. Ну, буду или в Москву писать, или все. Ну, несправедливо. Он не брал этих денег. Он не брал. А зачем он будет кому-то, понимаешь, в убийще давать эти деньги? Это же убийца. Он два трупа сделал, хочет встретить. Помочь приватизировать участок, организовать плодопитомники и получить жильем. С такими просьбами горожане и жители района пришли на личный прием к Айдару Медшину. Мэр внимательно выслушал каждого. Без официального комментария не осталось ни одно обращение. Семья Сунгатулиных мечтает о собственном жилье уже несколько лет. Глава семейства Григорий – инвалид первой группы. Вместе с супругой воспитывают двоих детей. В 2012-м им предоставили комнату в общежитии. Пообещали, что квартиру Сунгатулины получат через год. Но до сих пор семейство ютится в комнате площадью 9 квадратных метров. 9 квадратных метров неудобно. Глава города хорошо знаком с проблемой этой семьи. В свое время он пообещал предоставить общежитие и сдержал обещание. На данный момент в очереди на получение собственного жилья по программе неотложной помощи стоит 54 семьи. Мэр отметил, как только подойдет очередь Сунгатулиных, они получат долгожданную квартиру. Однако у семейства есть и другие проблемы. Григорию перестали выплачивать ежемесячные субсидии. А также появились проблемы с молочной кухней. Сунгатулиным не выдают детское питание. Зафиксируйте, да? Кусаридову, Лималереву и до конца недели официально передайте ответ. Александр и Эльдар пришли на приемник с просьбой, а с предложением. Организовать плодопитомник в Нижнекамском районе. Выращивать ягоды и фрукты. Для реализации проекта они попросили землю и материальную помощь на закупку необходимого оборудования и сырья. Мэр Нижнекамска отметил, для реализации такого рода проекта необходимо более тщательно обдумать детали. Это на пунктативном уровне. То есть это такой подход не специалистов. Обращались нижнекамцы по разным вопросам. Приватизировать садовый участок или, к примеру, организовать Нижнекамский центр помощи малому предпринимательству. Айдар Раисович внимательно выслушал каждого. Всего же на приеме побывало 7 человек. По многим вопросам мэр города дал поручение структурным подразделениям и взял решение проблем под личный контроль. Аделья Сиразова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Нижнекамцы могут оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению. Опрос проводится в специальном разделе на сайте Министерства экономики Татарстана. Он анонимный. Результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде для разработки предложений по улучшению работы соответствующих организаций. Опрос продлится до 1 марта. Сегодня мы провели свой небольшой опрос. Оказалось, в основном людей беспокоит коммунальная сфера. Все выбирают, подъезды бовят, нормально, чисто. Мы потихоньку начали справляться. Углы, повороты, сугробы водительные осложняют жизнь, грубо говоря. Езду, движение. А так, в принципе, вроде чистят. Хотел бы пожелать нашим муниципальным властям уделить больше внимания детским площадкам во дворах. Остальное, в принципе, все устраивает. Нормально вроде, все нормально. Они молодцы. Вот насколько я наблюдаю со своего окна на Химиков 12. С утра пораньше придет. Уже она все там подметает. Каждую эту собирает. Смотрите, гололед. Смотрите, что. В дюме падаем. Плохо. Очень даже. Вот в нашем доме машины вообще не могут проехать. Это Химиков 95. Ну, сейчас-то более-менее сделали атак. Вот такие вот все эти скрупы. ЖКХ нормально работают. Вот у нас рядом. Нормально. В результате резкого торможения трамвая пенсионерка сломала шейку бедра. Падают в общественном транспорте нередко. Как этого избежать, расскажет и покажет наш корреспондент Алсу Рахматулина. При ожидании трамвая не нужно близко подходить к рельсам и обязательно, заходя внутрь, держаться за поручни и по возможности занять свободное место. Резкое торможение трамвая происходит из-за невнимательных автомобилистов и пешеходов. Помните, трамвай нужно обходить только спереди. Водители автотранспортных средств вагон трамвайный не замечают, вылетают на переезд. И вследствие этого водители трамвайных вагонов применяют экстренное торможение. Из-за чего в салоне происходит падение пассажира. В конструкции трамвайного вагона предусмотрена так называемая педаль безопасности. Во время движения водитель ее постоянно держит. Если перед ним возникает какая-то внештатная ситуация, под возрастной инструкцией он ее отпускает. В этот момент трамвай останавливается. Легко могут получить травму пожилые, инвалиды и пассажиры с детьми. А знают ли нижнекамцы, как вести себя в общественном транспорте? Ну, держаться, наверное, за порученью нужно, да? Для чего это нужно? Чтобы, если мы вспомним физику, нас ни по силе инерции не уносило на других пассажиров. Держусь обязательно. Для чего это нужно? Иначе вообще упаду тут же. Да, обязательно. Для чего это нужно? Чтобы не упасть. Держитесь вы за порученью в трамваях? Да, конечно. Для чего это нужно? Чтобы сберечь себя. Тем более, если ребенок. Общественный транспорт – это источник повышенной опасности. И соблюдая простые правила, можно сохранить здоровье не только себе, но и своим близким. Алсу Рахматуллина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. С 1 января все мигранты, прежде чем устроиться на работу или получить разрешение на временное проживание, должны пройти специальное тестирование. Сегодня впервые в Нижнекамске прошел экзамен для иностранных граждан. Какие вопросы поставили их в тупик, расскажет Аделия Сатарова. Найти сложное сочиненное предложение. Когда образовалось древнерусское государство? В каком году начала править династия Романовых? С этими вопросами столкнулись иностранцы, пришедшие сегодня на экзамен. Сегодня в Нижнекамском филиале МГИ трудовые мигранты писали обязательный экзамен. Руководство института само выступило с такой инициативой. Мы заключили договор с Российским университетом дружбы народов. Обучили двух тестеров, филологов. Они проходили обучение в Москве. Изучили, как нужно проходить этот экзамен, какой регламент будет у этого экзамена, какие требования предъявляются, по каким критериям проверяются результаты экзамена. Мигранты стараются подготовиться к экзамену основательно. Для них проводились консультации. Также вопросы можно было посмотреть онлайн. Однако некоторые ставят иностранцев в тупик. Конечно, сложно будет. Мы же все-таки не русские люди. Я по компьютеру смотрел, какие там вопросы. Даже многим местным людям задаешь. Наверное, много не знают. Организаторы же считают, что такие тесты должны помочь мигранту в процессе социализации. В первую очередь, данное тестирование именно разрабатывалось с целью того, чтобы помочь мигрантам. Основные вопросы, которые включены в перечень, допустим, вопросов по законодательству и по истории, допустим, если брать законодательство, то это основные вопросы миграционного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Права иностранных граждан, на что они имеют право, на что они имеют право. Чтобы получить сертификат, а потом и разрешение жить и работать в России, мигрант должен набрать более 60% по русскому языку и более 50% по истории и основам законодательства. Сегодня экзамен писали 40 человек, в очереди еще 120. Результаты сегодняшнего теста будут известны через неделю. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, Новости НТР. Старое здание в новом облике. 24-й лицей вошел в программу капитального ремонта. Последний раз его проводили 15 лет назад. Сейчас в здании ведутся работы. Большая часть уже выполнена. Сдать учебное заведение планируется в апреле. Анастасия Волнякова подробнее. Совсем скоро это здание преобразится до неузнаваемости. Ремонт в 24-м лицее ждали давно. Последний раз ремонтные работы проходили здесь 15 лет назад. С тех пор здание износилось. Было необходимо привести в порядок кровлю, электропроводку, батареи, отремонтировать кабинеты. Большая часть работ уже выполнена. В частности, кровлю сделали уже на 70%. Работы по коммуникациям инженерным, горячая и холодная вода, канализации практически уже завершены. Из 262 окон 200 окон уже поменяли. Двери внутри практически все уже сделаны. Надлежащим образом выглядят теперь и санузлы. Там поменяли смесители и установили душевые кабины. На все работы республиканский бюджет выделил более 42 миллионов рублей. Ремонт, кстати, не мешает учебному процессу, чему рады учителя и ученики. Здесь так все удобно. Школа преобразовывается, новый вид обретает. Очень приятно, что у нас ремонт наконец-то. Тем более у нас интернат. Удобно будет теперь и в интернате жить. Старое здание в новом облике, деревянные подоконники, старые окна и обшарпанные стены. Это уже в прошлом. Пройдет еще два месяца и ремонт будет окончен полностью. Также планируется в скором времени преобразить крыльцо и фасад учреждения. Так что 1 сентября ученики и учителя встретят полностью обновленном здании. Анастасия Волникова, Ренат Харасов. Новости НТР. Далее смотрите обзор спортивных событий, прогноз погоды и новости на татарском языке. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 и 41 13 13. Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru. Увидимся завтра. До свидания. Сегодня в новостях спорта. Трактор «Нефтехимик» четвертый матч в сезоне. Как закончилась встреча двух коллективов? Силовые структуры выявят, кто сильнее. В городе пройдет турнир по самбо. Об этом и не только. Сразу после рекламы. КОНЕЦ